Привет всем! Сегодня в видео обзоре я хотел бы вам рассказать как решить самую распространенную проблему с пылесосом это когда падает мощность он начинает плохо тянуть ну так вот с первого на первого если у вас возникла такая проблема естественно нам надо проверить не забита ли трубка которая идет от щетки к шлангу и не забит ли сам шланг ну это очень просто делается, отсоединяем сначала щетку снимаем, включаем проверяем как тянет если тяга слабая, снимаем трубку проверяем уже у самого наконечника шланга как тянет далее, если проблема не найдена, вытаскиваем сам шланг с пылесоса и включаем ну допустим продолжает слабо тянуть раньше он заметно сильнее работал пылесос что мы для этого делаем в пылесосах с мешковым пылесборником просто-напросто вытаскиваем мешок у всех у них есть защита от неправильно установленного фильтра она решается очень просто можно поставить линейку тонкую или проволочку чтобы отодвинуть сам фиксатор и закрыть крышку пылесборника то есть проблем в этом нет после чего ненадолгое время включаем без мешка для сбора пыли и проверяем если у вас тяга восстановилась пылесоса он стал так же всасывать как раньше сильно как бы это банально не звучало мы чистим пылесборник но после того как когда-то вы одного раза даже хватит запылесосили воду мешок толком не просох то после этого на влажную поверхность пылесборника пыль налипает и она скомковывается и уже не пропускает воздух в этом случае мешок мы вытряхиваем и моем его моем его в холодной воде можно в едва теплой и сушим естественным образом то есть не на батареях чтобы ткань не села после того как просушили собираем вставим но если даже после такого эксперимента тяга не восстановилась мы начинаем копать дальше сразу хочу оговорить один нюанс если вы проверяете на пылесосах со стаканчиком вы просто вытаскиваете стаканчик чистите его моете чтобы там нигде ни пыли ни грязи не было после чего извлекаете поролоновый фильтр вместе с сеткой то есть все фильтра убираете вставляете стаканчик на место и включаете сами прокладки вытаскиваются из ячейки точнее не прокладки а ну там в принципе похоже на прокладки сами фильтры моторные а саму ячейку где этот фильтр хранился выставляете на месте включили попробовали если все восстановилось то тогда фильтр виноват но вернемся к нашему пылесосу как правило во многих мешковых пылесосах стоит вот такой предмоторный фильтр он как правило сильно забивается мы его вытаскиваем смотрим на просвет на лампочку если там практически ничего не просвечивается ну или он сразу видно очень грязный очень забитый бывает иногда что вытаскиваешь вот слегка его стухнуло об край там уже пылюга такая поднимается дышать нечем в этом случае мы его моем его можно мыть в теплой воде прям вымываем тщательно после чего выжимать скручивать вот так вот нежелательно мы его распрямляем можем сушить хоть на батарее хоть на акте где вам угодно главное моем до тех пор пока не пойдет более-менее чистая вода можно с мылом мыть если после этого не помогло то вот мы там видим внутри крыльчатка видите да лопасти крыльчатки вот гаечка в середине и по краям лопасти если есть возможность их увидеть если двигатель таким образом располагается посмотрите если между лопастями набито много пыли волос грязи то надо уже вытаскивать и чистить саму крыльчатку сам двигатель это как говорится уже немножко иная история будет другой отдельный видеообзор очистки ну к тому же вы можете посмотреть у меня есть на ремонте самсунг где крыльчатка полностью забита и вот только в том случае если такое произошло надо открывать так же бывает что двигатель или от удара или от хорошего рывка потому что когда без регулятора вы включаете двигатель двигатель как бы пытается провернуться он дергается может слететь из прокладок с пазов вылететь и из-за этого тяга уменьшится но как показывает практика если пылесос отработал без проблем годика два двигатель не слетает сам по себе вот но чаще всего достаточно помыть вот этот премоторный фильтр почистить сам мешок для сбора пыли и все восстанавливается вот так он установлен мешок ставим на место тут была проблема прокладка родная просто высыпалась тонкая я вырезал из камеры от мотоцикла по размерам тут были заклепки я их высверлил и поставил на винты с гайками еще один нюанс прошу вас обратить внимание на такие проблемы вот тут мы видим резинка вот она резинка для герметичности бывает что она вот так вот загибается ну здесь это нормально я выпрямил а то она была вот так вот загнута и тоже подсасывал воздух ставим на место проверяем чтобы она по всему периметру плотно прилегала нигде кусков не было вырванных если пылесос открывали бывает ее закусывает из-за этого тяга уменьшается все прокладочки проверили здесь прокладочку тоже проверяем смотрим она мягкая эластичная все нормально все после этого закрываем включаем все работает вот 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 частенько очень сталкиваюсь с такой неприятностью как вот шланг забит бывает такое что приносят люди пылесосы плохо тянет проверяем блин куда ему сильнее уже тянут все нормально а просишь приносите шланг надо вот ладно хорошо приносят шланг оказывается он забитый у меня есть способ такой интересный чистки шланга чтобы там не ковырять ни проволокой ничем но он не всегда помогает но в большинстве случаев если засор слабый то помогает то есть я шланг выключаю и ставлю его наоборот сюда подматываем или тряпочку или кусок полиэтилена резины без разницы главное чтобы загремитизировать вставили во всасывающие отверстия наоборот включаем пылесос и как правило засор сразу вылетает в пылесборник частенько такое срабатывает но иногда бывает такие засоры что и тросиком для чистки канализации с горем пополам вытаскиваем шланг аж рвется потому что поперек либо проволока либо еще что-нибудь становится хорошо если деревяшка хрустнет щепка и вытащить можно иногда бывает приходится повозиться вот но прежде чем заморачиваться переставляете шланг наоборот включаете пробуете теперь многие могут сказать вот у меня пылесос со стаканчиком я бы и рад вытащить проверить без фильтра вот как его включить все у меня включается на этом на самой рукоятке об этом я вам покажу точнее об этом я вам расскажу как его можно включить не одевая шланга там просто ставится перемычка но рисковать не стоит способ не самый хороший потому что двигатель не плавно будет включаться а резко то есть одно два включения может и выживет но не самый лучший вариант но об этом позже я вам покажу на самсунга как это делается но пока все я вам рассказал какие могут быть неисправности из-за чего падает мощность всасывания пылесоса если у вас будут какие то вопросы задавайте я вам постараюсь помочь может быть я что то упустил конечно не могу все варианты перечислить сразу но по мере поступления пылесосов на ремонт с подобными проблемами я вам буду прям делать подробные видео показывать как это все вытащить постирать проверить а сейчас основы теория и основы вот я надеюсь видео вам это может помочь и поможет не раз все кто смотрел это видео кому оно понравилось ставим палец вверх подписываемся на мой канал ну и увидимся в свежих роликах всем пока всем спасибо спасибо спасибо